Здравствуйте, ребята! С вами снова Джума Магомед Рословный. На сегодняшнем автоебинаре мы рассмотрим распад Золотой Орды со всеми последствиями этого события, а также московское государство и его соседи во второй половине 15 века. Более подробное рассмотрение каждой из этих тем можно найти на платформе Дома Знаний. Я надеюсь, что вы уже успели ознакомиться с видеоуроками. Для начала мы постараемся выяснить, как могущественное и быстро развивающееся государство, такое как Золотая Орда, могла в них прекратить свое существование и раздробиться. Во второй же части занятия хотелось бы рассмотреть политику московского княжества и взаимоотношения с другими уделами и государствами. В частности, я бы становилась на псковском, рязанском и новгородском княжествах. Итак, приступим. Как мы помним, Монгольская империя образовалась во второй половине 13 века, но недолго просуществовала единая. Вскоре ее территория разделилась на часть независимых областей, которую мы называли Улусами. Нас как раз интересует одна из таких частей – это Золотая Орда, которая выросла из Улуса Джичи в 1243 году благодаря хану Баты и после его завоевания Руси и образования столицы Сарай. Это было достаточно сильное и мощное государство, которое достигло своего пика при хане узбеке и его сыне Джанибеке. Они строили новые города, строили мечети, мусульманские школы, которые мы называем Митреси, и казалось, что принятие единой веры, то есть ислама, ханам и свекам усилит его власть. Но методы, с помощью которых утверждалась новая религия, приводила ужас не только подвластное население, но и окружение самого хана. Поэтому убийство хана оказалось лишь делом времени, затем последовало убийство его сына Бертибека. Спустя кратковременное затишье наступило время, которое в русских летописях получило название «Великая Замядня». Только, представьте, за 20 лет в Орде сменилось более 25 ханов. Степь практически озарилась полохами военных костров, наполнилась звуками топота тысяч коней и поющих стрел. Когда-то непобедимые монголы теперь стерпят поражение одно за другим, и самым крупным, конечно, было поражение от московского великого князя Дмитрия Ивановича, на Куликовом поле в 1380 году. Мы сами подробно рассматривали эту битву и даже пытались ее реконструировать на предыдущем вебинаре. Все это говорило только об одном – о том, что Улуж-Джучи начинает распадаться. С проходом к власти хана Тахтамыши эта ситуация несколько изменилась. Он смог объединить и даже восстановить Улуж-Джучи, но только на короткий срок. Он проигрывает другому великому завоевателю, железному храмцу Тимуру или Тамерлану. Их основная схватка происходит в 1391 году на реке Кондурче, где Тахтамыши потерял большую часть своего войска. В 1395 году он был искрен, а через 10 лет был убит. Распад государства, к сожалению, теперь уже некому было остановить. По мере распада золотой орденского государства выделяются следующие крупные государственные объединения. Это Ногайская орда, Казанское ханство, Сибирское ханство, Казахское, Узбекское, Касимовское и т.д. Каждое из этих ханств было самостоятельным и достаточно сильным для того, чтобы враждовать с остальными и пытаться завоевать их тоже. Последняя попытка восстановить величие орды была произценята ханом Ахмадом в 1480 году, когда он вновь попытался восстановить власть над Русью, но потерпел неудачу. В нашей истории это событие вошло как в стоянии на реке Угрии. В начале 1481 года Ахмад был убит при нападении на его ставку Сибирской и Ногайской конницы. При его детях в начале 16 века Большая Орда, как самый большой осколок от Золотой Орды, окончательно прекращает свое существование. Возвращаемся к нашему главному вопросу – почему же распалась могущественная государство? Пытаясь дать ответ на него, конечно же, надо выделить несколько причин. Самая основная – это междоусобные войны, мы могли бы об этом уже догадаться. Каждый из многочисленных братьев стремился захватить власть в Орде. Большое количество жен также предполагало большое количество сыновей. А жажда власти и отсутствие четко установленного порядка наследований проводили неизбежных конфликтов. Не менее важными были и внешние воздействия – набеги ханов в другие хорды. Кто-то мечтал о повторении великой славы Чингисхана и пытался восстановить огромную империю, кто-то просто искал богатства и денег. Но в итоге все набеги так или иначе проводили к ослаблению монголов, а соседи только усиливали за их счет. Как мы помним, Золотая Орда также стояла на пересечении торговых путей и занимала очень выгодное географическое положение. Однако постоянные войны отпугивали и купцов, и никак не способствовали развитию торговли. Большую роль сыграла и военная фабрика. Ведь междуусобной войне все стремились уйти в более тихие и мирные места и задумываясь о судьбе своих семей. Таким образом, каждый нукер или темник-военачальник, покидая Орду, забирал с собой своих воинов, свой отряд. И поэтому распад государств становится закономерным процессом, через который прошли, кстати, и другие страны Европы и Азии. Но, видимо, сегодня можем сказать, что есть на карте мира и Англия, и Франция, и Единый Китай. Так куда же подевались потомки и наследники Золотой Орды? На этот вопрос тоже можно дать ответ, но для этого надо рассмотреть последствия самого распада. Так как уже были последствия? Первое. Русь обрела независимость. Русь, являясь одним из улусов Золотой Орды, постоянно вела борьбу за независимость. Вот в том же самом 1480 году на реке Угре монгольские войска не решили вступить в битву с русскими. Иван Третий после этого прекращает выплату ордынского выхода. Таким образом, сбывается наша 250-летняя мечта о свободе. Второе следствие заключается в том, что многие ханы и татарские цари учуходили именно в пределы быстро развивающегося московского княжества и пополняли войска московского князя. Самым известным примером может служить переход хана к Касимову в службу к Василию Темному. А городец Мещерский, пожалованный хан, будет носить звание Касимова. На картинке как раз мечеть, построенная именно в городе Касимов. Если же мы вспомним карту и владения Монгольской империи, то с удивлением обнаружим, что большинство территорий рано или поздно войдут в состав или московского государства, или Российской империи. Тем не менее, нам тяжело представить нашу страну без Казани, Астрахани, Сибири или Крыма. Москва многое взяла в Золотой Орды – территории, оружие, элементы тактики, боя, даже некоторые традиции. Но московское государство продолжило не историю Золотой Орды, она ее наоборот уничтожила. Мы продолжили писать славные страницы до монгольской истории. Вторая половина 15-го, 1-е и 3-16-го столетия рассматриваются как заключительный этап объединения русских земель. Это то самое объединение, которое проводилось московскими князьями, и в результате которого сложилось новое государство восточных славян в центре Москвы. На цариографии насчитывается около 10 способов, которым прибегали князья с целью увеличить свои земли и окончательно взять верх над своими политическими противниками. Если мы говорим о завершающем этапе, это время, конечно же, правления двух князей – Ивана Третьего Васильевича и Василия Третьего Ивановича. Для этого времени характерно несколько способов присоединения новых земель, но мы их можем свести на самом деле к двум основным. Первый способ или тип присоединения новых земель – это военное. Самое очевидное и самое известное, и более того, часто практикуемое. Второй способ, менее известный и требующий больших дипломатических усилий – это создание буферных государств. Я предположу, что для вас это словосочетание достаточно новое и редко слышимое, поэтому постараемся сначала дать определение. Под буферным государством мы имеем в виду территории, страны, в нашем случае даже княжества, которые расположены между враждующими государствами, разделяющие их и таким образом обеспечивающие отсутствие общих границ и контакта враждебных друг другу армий. Итак, первые примеры такого буферного государства – это Псковская земля. Широко известно, что Псков окончательно потерял свою независимость в 1510 году. Но это, конечно же, было завершение эпопеи, которое происходило на протяжении долгих столетий до этого. Долгих десятилетий, простите. Можно говорить о том, что реальная независимость была потеряна Псковом раньше – в 1460-е годы. Во второй половине 60-х годов 15-го столетия Псков, во-первых, начинает использовать печать в отчину великого князя московского, во-вторых, Псков уже отправляли московских наместников. Эти два факта ясно свидетельствуют о том, что Псков оказывается в русле московской политики и сохраняет только формально свою независимость. И то потому, что так было выгодно москвичам. И поэтому событие 1510 года становится лишь теоретическим актом завершения долгой истории существования независимой псковской земли. Еще один пример – это Рязанская княжества. Рязанская княжества еще дольше просуществовала в положении пуферного государства. Его формальное подчинение великому княжеству московскому произошло в 1521 году. Однако еще в 1456 году, то есть более чем за полвека до окончательного упразднения независимости, правящий Рязанский князь приказал, по терминологии того времени, своего сына великому князю московскому. То есть сын до первой половины 60-х годов жил в Москве, воспитывался при московском дворе и только потом был отправлен в свою отчину в Рязань. При этом за него отдали замуж Анну, сестру Ивана III, великого князя московского. Таким образом, она становится княгиней Рязанской. И, собственно, подчинение Рязани в 1521 году потребовалось в тот момент, когда на внешнеполитической арене возникли серьезные осложнения. Появилась угроза создания коалиции татарских государств, тех самых осколков бывшей Золотой Орды, которые я вам уже перечисляла. Когда правивший на тот момент Рязанский князь стал думать о том, чтобы в создавшихся условиях как-то отложиться от Москвы, отойти от нее, необходимо было присоединить Рязань уже окончательно. А до этого ее просто оставляли в качестве именно буферного государства между вот этими кочевыми племенами и Москвой. Теперь возникает еще один вопрос. Почему же буферные государства существовали в таком подвешенном состоянии так долго? Почему великие московские гнезя не сразу присоединили, допустим, Псков, Рязань или Новгород в 60-е годы 15-го столетия? По всей видимости, ответ надо искать опять-таки в той обстановке, в которой складывается. Если мы посмотрим на карту, то поймем, что Псков является северо-западной окраиной Русской земли. Вот она у нас располагается, земля Пскова. Соответственно, Псков непосредственно граничит с землями Ливонского ордена, а Рязань граничит со степью. Под степью мы имеем в виду огромные пространства, на которых располагались кочевые племена. И это было фактором постоянного беспокойства для русских земель. Поскольку на внешнеполитической арене было много игроков, заинтересованных в сохранении существующего положения в районе Балтийского моря, то великие князья московские до определенного времени не чувствовали в себе достаточно сил, чтобы удержать этот регион и не хотели лишний раз обострять отношения. При этом они предпочитали сохранять некое зависимое положение земли и не спешить с тем, чтобы включать, допустим, Псков окончательно свою часть или его дело. Нечто подобное можем проследить на примере Рязани. Мы хотели присоединять ее для того, чтобы напрямую не столкнуться с пост-арганскими государствами, то есть государствами, которые возникли после того, как располагал Тай-Арден. И таким образом мы оставляли Рязань тоже до определенного времени независимый. Способ, связанный с непосредственно военным подчинением, то есть это первый тип присоединения земель, тоже вроде бы понятен и не нуждается в дополнительных комментариях, но там была своя специфика или нюансы. Например, знаменитое присоединение Великого Новгорода. Оно состоялось в два этапа. Это 1471 год и зима 1477-1878 годов. Уже после первого похода, завершившегося разгромом новгородского войска на реке Шелоне, великий князь Иван III праздновал победу, и казалось бы, уже можно поставить точку в вопросе присоединения Великого Новгорода. Но заключенный в военный договор в основном сохранял прежние условия отношений между Новгородом и московскими князьями. И получается так, что Иван III не решается опять-таки на включение новгородской земли в состав Москвы. Возможно, это объясняется тем, что Иван III сам не ожидал такого легкого успеха, который ему сопутствовал в этом походе. Новгород просто оказался не готов к такому длительному сопротивлению. И походу на Новгород было придано общерусское значение. Вместе с полками Великого князя Московского туда вошли полки и других городов, которые также ему подчинялись. Конечно же, не стоит забывать, что помимо присоединения независимых земель, окружающих Москву или земель, частично признававших власть великих князей московских, была еще и проблема у делов, главами которых являлись родственники правящего Великого князя. Это могли быть сыновья, дяди, братья, кузена и т.д. И эта ситуация была характерной для многих русских земель, в том числе для Москвы. Борясь за централизацию русских земель, или за собирание русских земель, как я вам в прошлом разговаривала, московские князя в том числе пытались что-нибудь придумать и относительно удельной системы, и для того, чтобы прекратить ее существование, променялись часто кровавые методы. Например, есть знаменитая история присоединения к московскому великокняжескому владению у дела брата Ивана Третьего, Андрея Большого. Он у нас на фотографии. Его тогда назвали Андрей Горяй. Удел был присоединен силой. Самого Андрея обвинили в измене и бросили в тюрьму. Его сыновья также провели все свое жение в тюрьме. Один там так и умер, другой в возрасте 60 лет из тюрьмы был выпущен и оставлен жить в Вологде, в ссылке, не имея права выезжать в Москву. Тем не менее, даже несмотря на такие порой жесткие методы искоренения удельной системы, все равно тот же самый Иван Третий был вынужден в силу традиции передать своим детям земли на правах уделов. Итак, ребята, подведем итоги. Распад Золотой Орды был связан с отсутствием сильного правителя, если не говорить про Пахтамыша, который мог бы удержать страну от внутренних кризисов. В конце XIV века наблюдается разложение государства, и многие ханы поспешили образовать свои независимые улусы. Регулярные междоусобные войны также проводили к тому, что в стране наблюдался очень серьезный экономический кризис. Подвластные монголам территории также начинали бунтовать, почувствовав ослабление Золотой Орды. В их числе оказались, конечно, и русские княжества. Несмотря на династическую войну, Суевчить Москва тоже не утратила ведущих позиций в русских землях, и поэтому именно деятельность русских князей приводит к тому, что в первой четверти XVI века молодое московское государство было в самом крупном в Европе. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в Доме Знаний. Субтитры создавал DimaTorzok